Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы поговорим с вами о добре и зле, и, собственно, что из этого является добром, что злом. Жетон в классике, в Overwatch 2 отменён ПВЕ режим, в Diablo 4 скандал из-за казуалов, хотя игра ещё не успела выйти. Я несколько точек зрения рассмотрю на первые две проблемы. Про Diablo 4 мы просто поговорим, и про выбор класса, кстати говоря, в Diablo 4, и про свой я поговорю, и вам, может быть, какая-то будет полезная информация, потому что по итогам бета-тестирования пока что там всё очень плохо с балансом классов в Diablo 4, но, есть одно но, о котором, когда идём, тогда и начнём говорить. Отмена ПВЕ режима в Overwatch 2 наконец-то произошла. Изначально, когда Blizzard это только анонсировали, было понятно, что это какая-то абсолютно ненужная хрень. Они долго рассказывали, какие там у них классно будет, какие будут эвенты, но комьюнити просто стояла и смотрела на это, и такое, Ясно, но нас в целом ПВП интересует, ПВЕ-эвенты мы ваши видели уже, вот эти ваши ПВЕ-шные карты там на разные эвенты, которые вы запускаете. Ну, так, 5 из 10, повеселиться можно. А потом Blizzard долго, они их выпустили, ну, должны были выпускать одновременно. В какой-то момент они такие, ой, одновременно не получится, мы чуть-чуть попозже. Игроки такие, нам всё ещё всё равно, Blizzard. Ладно, хорошо, попозже. А потом Blizzard такие, ну, сейчас ещё мы тут это уже выпускаем как бы игру. Игроки, да, ладно, хорошо. И вот они, наконец-то, перестанут говорить про этот ПВЕ-режим, ну, что, в принципе, как бы победа уже. Хорошо, что мы теперь будем сконцентрируемся на ПВП, наконец-то, с которым, кажется, в Overwatch 2 проблемы. Может быть, эти проблемы будут решать Blizzard, и мы не будем отвлекаться на посторонние штуки, которые изначально никому не нравились и никому не были интересны. Это одна точка зрения, как бы, тех вот, кто поддерживает подобное решение Близзов в таком виде. Но есть и другая точка зрения, негативная, такая более сложная, скажем, нужно подумать о том, чтобы к ней прийти. Когда только было анонсировано Overwatch 2, это, в принципе, было сделано из-за ПВЕ-режима, казалось бы. Поэтому теперь его отмена выглядит каким-то кринжем. Вспомните этот трейлер стартовый, ну, анонсирующий. Там они как бы с боссом сражаются, ПВЕ. И нам долго рассказывали, какое-то будет инновационное, не вот эти вот карты отстойные просто, а ПВЕ, там целые таланты у героев какие-то дополнительные, развитие, прокачка. А еще, когда Blizzard продавали нам это, то есть они не продавали Overwatch 2, потому что он бесплатный, но они продавали всякие дополнительные наборы, расширенные издания и все, и все, и все. У нас в голове, ну, вернее, у тех, кто тратил на это деньги, у этих дурачков, наверное, на бесплатную игру деньги тратят. У них в голове было про ПВЕ-режим, постоянно. Они такие, вот, я трачу на игру деньги, а потом там еще будет ПВЕ-режим. И что сделали Blizzard? Послали в жопу всех своих фанатов, сделали какой-то невероятный кринж с постоянными переносами очевидно проблемной части. И еще, когда они, собственно, заявляли об отмене, они такие, ну, это сложно. Это там надо очень много работы, столько нужно сотрудников этим всем заниматься, вот, и столько трудочасов потратить на ПВЕ-режим, там, таланты разрабатывать. Вы представляете, как это сложно? Игроки такие, ну, да, мы в целом представим, ну, вы, это, вот, это то, что вы анонсировали. Нелегко, мы понимаем. Очень долго, кстати говоря, не было ведь контента в Overwatch 1, потому что Blizzard как бы разрабатывали Overwatch 2, а в итоге Overwatch 2, за исключением нового движка, который, необходимость которого нам тоже объяснили тем, что будет классный, вот, в ПВЕ его можно будет использовать. То есть, визуально новый движок не заметен, но он как бы есть, возможно. Вот, значит, не было контента, и Blizzard такие, погодите, мы делаем второй Overwatch, там ПВЕ-режим сложно. Игроки такие, ну, ладно, не, ну, если они второй Overwatch делают, ладно, пусть пока не будет контента в нашем первом Overwatch. Чуть-чуть, 4 года с анонса, ну, или сколько там, на самом деле, полностью они не выпускали контент, 2 года, полтора, не знаю. Вот, как бы, а чем вы вообще занимались? Вот вышел второй Overwatch, вот вы отменили ПВЕ-режим, вот вы взяли наши деньги за расширенные издания предзаказа. И почему мы играли без контента в первый Overwatch, что вы делали все это время, ну, потому что команда-то у вас была, вы сделали просто баланс-патч, вы изменили состав команды с 6 человек на 5, вероятно, добавили какие-то новые карты, я не очень специалист. И героев парочку, которых вы и так раньше добавляли, и теперь, что будет, да, ну, еще там все ругают систему монетизации в Overwatch, вот это вот все. И комьюнити недовольна его часть, считает, что Blizzard должны, ну, компенсировать как-то всем там деньги, допустим, разрешить всем вообще вернуть за все, за что угодно, кто тратился на Overwatch, потому что все время люди могли держать в голове ПВЕ-режим. А где ПВЕ-режим? Нету. Пу, все. Так что, как вы считаете, Blizzard нужно было дожимать ПВЕ-режим и выпустить его хоть как-то, ну, или, может быть, постараться сделать хорошо, да, и могло бы получиться плохо. Или им нужно было сейчас, когда его отменяешь, там, валяться в слезах, плакать, возвращать деньги, просить прощения. Или они просто признали неудачу свою, и все, пошли дальше. Хорошо, ничего страшного. Это бесплатная игра, в конце концов. Ну, заплатил там кто-то деньги, заплатил, он же не за ПВЕ-режим вплатил. Ну, все. Хорошо, что они признали, что это говно бесполезное. На чьей вы стороне? Или у вас там есть какая-нибудь своя сторона? Пишите, а мы переходим к следующей теме для обсуждения. World of Warcraft. Кстати, о World of Warcraft. Как вы знаете, с доступом во многие игры сейчас проблемы, но для фанатов World of Warcraft есть бесплатное решение. Проект Sirus с онлайном более 60 тысяч человек в сутки. Кроме того, проект Sirus дает вам возможность получить бабки. Раньше призовой фонд Sirusa составлял 2 миллиона рублей за различные ПВП и ПВЕ-активности. И 2 миллиона рублей это уже достаточно много. Но теперь призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. Начните играть на Sirus'е, и вы сможете выбрать один из трех игровых миров. Первый сервер это Scorch. Игровой мир с многолетней историей. Уникальная система прокачки после 80 уровня. Черные бриллианты. И другие крутые фичи, которых вы больше нигде не найдете, в первую очередь появляются именно на этом сервере. Второй игровой реалм проекта Sirus, Algalon, максимально приближен к 3.3.5. Идеально подходит для любителей ПВП. Нет систем, влияющих на прогресс. Режим войны везде. И третий сервер, который открылся совсем недавно. Sirus. Вы можете стать первооткрывателем. Можете создать свою новую потрясающую историю. На новом сервере Sirus. И, кстати, неважно, какой из этих трех реалмов вы выберете. На любом из них вас ждет обновленный интерфейс. Улучшенные HD модели персонажей. Новые локации, например, остров Толгород или Андраксис. Место, где живут драктиры. Что? Драктиры? Да! На проекте Sirus появились драктиры. С собственным реализацией этой расы. Своим лором, своими сценариями. И доступны они сразу. И бесплатно. Кроме того, кстати говоря, драктиры могут... За драктиров можно играть за любой класс. Драктиры могут быть любым классом. Короче, вы поняли. Без всяких этих глупых ограничений. А еще на Sirus классной PvP-арены. Есть даже режим один на один. Если вам там вдруг все вот это стандартное и не совсем стандартное, как один на один, не подходит. То есть соло-пвп. Все против всех. Проект Sirus. 10 лет истории и постоянного развития. Выбери свой мир и свой путь. По ссылке в описании. В классику добавили жетон. В ту, которая в расу за Лич Кинг. Ну, замечательно. Что-то добавили жетон. Давно есть в Актуале. Все логично. Китайцев там или у других азиатов. Я не знаю. Ну, китайцы-то сейчас не играют. У других азиатов есть жетон или нет. Ну, не знаю. У них уже есть жетон. Все нормально. Все окей. Ничего страшного. Это я вам сейчас как бы рассказал короткое мнение тех, кто... Как бы у кому все окей, да? Жетон добавили. Все. Мы согласны. Blizzard. Молодцы. Ожидаемо там. Что-нибудь такое. Сильно против. Он призывает больше не играть в World of Warcraft. Хотя, не знаю. Может, он изменил свое мнение. У него много видео выходит. И есть очень популярное сообщество в целом World of Warcraft на Reddit. Которое настолько оказалось недовольным вводом жетона в классику. Что у них долгое время было запрещено постить что-либо про пират. И тут они такие. Ах, вы вводите в игру Pay to Win, по сути. Потому что можно купить голду официально. А за голду все что угодно. Значит, мы будем рекламировать Pay to Win сервера теперь. Ну, в смысле пиратки, да? Там уже часто можно покупать всякое. И теперь, если вы админ пиратки, пожалуйста, приходите к нам на Reddit. Пишите все что угодно в нашем огромном сообществе. Blizzard вы скатились. Жесть просто какое дно. Разберемся, чем недовольны эти уважаемые господа. И в чем проблема у этих десятков тысяч, а может и сотен тысяч людей, недовольных жетоном. Предполагается, что Blizzard прогнулись перед RMT и перед бот-фармерами. То есть Blizzard с этим боролись-боролись. Как будто бы боролись очень плохо. И проиграли. И такие, ну ладно, мы это возглавим. Нам не нравится, что RMT-шеры получают деньги. Мы хотим получать деньги. Всякое будет лучше. Говорят нам как бы Blizzard. Голда доступна. В классике уже сейчас доступнее, чем раньше была. В той самой старой классике. И уже у всех есть. Теперь смогут покупать жетоны. Как здорово. Пацаны с Пламегора в основном. Кстати, на Пламегоре, по идее, цены должны падать. Потому что голда утекает с сервера на другие сервера. Там, где куда больше людей может купить эти самые жетоны. И это такая тоже не характерная для классики экономическая ситуация. В то время, как на актуале все сервера. Как бы общий, аукцион общий. И потоки голды плюс-минус туда-сюда общий. Допустим. На классике это совершенно не так. На классике у нас сейчас голда будет течь ровно четко с Пламегора наружу. К чему это приведет? Посмотрим. Но Пламегорта, как вы понимаете, пацанов с Реддита мало волнует. Их волнует то, что как бы сейчас официально можно не играть в игру. И вместо этого заплатить деньги. И так получается, что люди, у которых есть деньги, становятся хуже, чем люди, у которых денег нет. Реальные деньги, в смысле. И вот Blizzard это заапрувили. Но с другой стороны, защитники идеи жетона, они считают это в принципе лицемерным. Потому что, а что вы не ныли на актуале? Сколько там это было хрень с актуалом? 8 лет, кстати, по-моему, с Дренора. Нет, уже больше прошло. Или нет? В общем, много лет. Но противники жетона отвечают им, да, конечно, вот в Дреноре ввели жетон, да. А в Воттлке-то не было. А как, вот так вот раньше времени начали нас нагревать уже на бабки? Нет, чтобы потерпеть, Blizzard. Вы не смогли это все контролировать настолько, что сейчас сделали официальную продажу голды. Вмешались в саму суть классики. Добавили туда вот этот RMT-элемент. Как вы считаете? На чьей вы стороне? Или RMT-элементы так было, и теперь будут вроде не RMT-шеры, которые вообще нелегальные и плохие парни, да, ну как считается. Они теперь меньше денег получат? Blizzard получат больше. Ура! Все правильно. Или вы думаете, что Близзы не должны были делать этот последний шаг, должны были бороться с RMT лучше и не превращать все в pay to win. А теперь давайте про Diablo 4, который выходит через несколько дней, хотя на самом деле через неделю. Это, кстати, первая тема, я не помню, я озвучивал или нет. Отвратительно, абсолютно. Официальный релиз 6 июня, но на самом деле 2 июня, потому что если вы заплатите больше, то вы будете играть раньше. Вот тут эти недовольные люди чем занимаются? Ну, которые в World of Warcraft не нравятся неравенства из-за денег. Платишь 10 евро и играешь раньше в игру. Это как бы ранний доступ, но это не ранний доступ. Настоящий запуск 2-го числа. Все обычные люди, которые купили, не посмотрели там даже дополнительные условия, просто я купил Diablo 4. 60 евро потратил. Или 70 оно стоит, я не знаю. Вот. Ну и сейчас вот, ой, все играют уже, уже 2-е число вышло, да? Идешь такой в свой Battle.net и тебе говорят, нахуй, пошел, 10 евро, если хочешь играть сейчас, заплати, пожалуйста. Ты игру купил, она вышла. Но речь не об этом. Вот это почему-то никого не интересует. Знаете, действительно, какие важные проблемы есть у комьюнити Diablo? То, о чем стоит бугуртить, о чем стоит говорить. Blizzard объявили, что 100, по-моему, первых людей в мире, прокачавшихся на хардкоре до максимального уровня, будут увековечены на некой физической стелле. Ваш покорный слуга не прочел эту новость, потому что... Ну, где-то там это будет стоять стелла, вроде даже не у Близзов, а где-то там это что-то или распишут. В общем, их имена там выбьют. Вот такие вот физически замечательные имена. И это звучит здорово. То есть тут уже, как я подумал, не появится какой-нибудь Азман Голд опять, который будет кричать, что «Вот, у кого-то есть преимущество игровое передо мной!» Ну, это позиция Азман Голда, что очень плохо, что люди, которые много играют, имеют доступ, допустим, к последним боссам в Мифик Рейде в World of Warcraft. А обычные работяги, у которых есть три часа, они не имеют такого доступа, и это несправедливо, потому что кто-то да, кто-то нет. Вот нужно, чтобы у всех там все могли все посмотреть, в Мифки сходить, такие дела. Но тут вот, опять же, казалось бы, такая же ситуация, да? У людей, которые больше... Но вроде тебе даже не в игре что-то дают. Тебе дают, ну, просто такую очень прикольную, да даже не очень прикольную фишку в реальном мире, мне кажется, очень прикольной фишкой была бы, не знаю, 5000 долларов. Я бы предпочел 5000 долларов, нежели свой никнейм на какой-то стеле, честно говоря. Нахер мне этот никнейм, где мои деньги? И я думал, что никто не будет ныть, потому что это такая, ну, вот, фишечка для фанатов. Но! А что бы... Вот, ваше предположение. Чем оказались люди недовольны? Оказывается, есть некоторое количество то ли тестеров, то ли каких-то контент-креаторов, которым дали поиграть в Диаблу заранее. И они видели, есть часть людей, которые видели контент целиком. Не на супер-пиратках Диабла, про которые сейчас, которые рекламу покупают и про которые некоторые рассказывают. Кстати, говорят, что на пиратках Диабла 4 все очень всрато, то есть, начиная от лагов, заканчивая отсутствием квестов, мобов в донжах, то есть, там, все прям супер жесть. Это, у меня был как-то видос, мне сказали, Пеп, ты говно, ничего не понимаешь, пиратки топ. Так вот, пока что что-то нет, но вернемся к нашим топ-100 мира чувачкам. И комьюнити забугуртило, при том, что я, вот все эти люди, которые бугуртят, они же даже, ну, они не станут топ-100. Хотя, может, кто-то из них станет. И мне показалось несправедливо, что кто-то уже изучил игру, а кто-то не изучил, и у этих людей явно будет преимущество. И они получат свои никнеймы на Стелли. Ублюдки! Что за ними? Что такое? Мы все хотим имена. Кто-то за монгол должен выступить, я считаю. Почему только 100 человек получают имя на Стелли, если заплатили за игру все? Тем более, кстати, получается, что, ну, естественно, те, кто купили на 10 евро дороже, они и займут эти топ-100 мест. Ну, это очень большое преимущество, там, на неделю раньше, или что-то, типа, на 6 дней, на 5 дней раньше выходит игра для людей, заплативших больше. Естественно, они будут первыми в сотке, то есть, это еще за деньги можно получить такое преимущество. Вот такая вот проблема. А, ну, и, кстати, проблема решена. Blizzard прислушались к комьюнити и такие, все, мы теперь запрещаем участвовать в этом конкурсе, очень веселым, с таким призом потрясающим всем, кто играл, целиком прошел. Вот все, у кого был этот доступ секретный, тестерский, или, там, для журналистов, может, выдавали, чтобы они уже статьи ревью писали, ну, и опубликовали в день релиза. Теперь им всем нельзя в этом участвовать. Что тупо, по-моему. Ну, хотя бы по той причине, что все еще можно тем участвовать, кто на 10 баксов больше заплатит и получит за это 5 дней преимущество. То есть, мы говорим о честности, но о какой-то очень странной честности. Напишите, что вы думаете тоже. Но, по большому счету, мне плевать. А на что мне не плевать, ребята? Так это на выбор класса. Я хотел сделать отдельный видос, потом думаю, ну, кому это надо. Но будет голосовалка, как обычно, по стандартным правилам у меня, за какой класс я буду врываться в Диабло на хардкоре. Можно будет голосовать пипкоинами, донатом, просто голоса. Да, вы тоже, естественно. В Дискорде можно будет голосовать, на Ютубе будет голосование, если все варианты влезут. На Ютубе ограниченное количество пунктов для голосования. Короче, в Телеге, Дискорде, ссылочки все будут снизу в закрепленном комментарии. Переходите, выбираем класс для пиптара. А сейчас я вам быстренько опишу про классы. Потому что там реально пока что выглядит как проблема с балансом, хотя все очень сильно меняется. Значит, есть у нас два ультимативных супер-пупер класса мнения контент-мейкеров о том, какой из них сильнее разделяются. Ну и опять же, это все мы говорим про 25-й левел, если что. То есть у нас максимальный сотый, мы говорим про 25-й. В принципе, вроде как примеры совершенно нерелевантны, но разница вроде довольно большая. Ну и я про свое в целом впечатление поговорю. Первый класс — это Некромант. Во-первых, Некромант выглядит пока что как класс, который можно больше всего бустить всякими супер-пупер связками с легендарными предметами и делать невероятно ультимативные билды. У Некроманта есть три вида ресурсов. Это манна, эссенция и третий вид ресурсов, которые обозначают блогеры. Это, ну, тела, типа трупы. Вот, вы как бы тоже занимаетесь менеджером там этих ресурсов. Весело звучит. Разные билды, то есть вы можете, совершенно разные, можете быть с амонером, можете быть, вы можете быть классным кастером. Абсолютно разный стиль игры, тоже здорово. Который, возможно, будет строиться вокруг того, что вам выпало, то есть вам что-то одно упало, вы перестраиваете билд игры, потом другая вам падает, лего какая-нибудь, вы снова по-новому играете. Весело. Ну и он очень сильный. То есть в бете, по крайней мере, до 25 уровня Некромант был одним из двух сильнейших классов. Второй сильнейший класс — это Рога. Который мне, честно говоря, больше нравится. В Diablo 4 не такой Рога, как и в World of Warcraft, хотя там тоже есть Combo Point, например. Но у Роги в Diablo 4 есть еще и возможность играть на ренже. То есть вы играете через лук, вы можете прокачиваться или так, или сяк. Ну, в каком-то спеке сильно больше, чем в другом, но в целом вы остаетесь и милишником. Не то, что это вы теперь взяли лук и вообще не можете сражаться в миле. Что прикольно. Плюс ко всему сражения на Роге выглядят действительно гораздо динамичнее, чем, на мой взгляд, на всех остальных классах. Плюс он выглядит сильно. Он от того, как вы быстро там нажимаете кнопки, это больше на слэшер начинает, становится похоже как-то. Ну, Diablo вроде как деблой, да вообще в целом там как экшен, РПГ, вот и ты всех вокруг взрываешь, разрываешь. Но на Некроманте это, на мой взгляд, как-то более спокойно и на других классах, о которых мы сейчас поговорим. А вот на Роге ты постоянно в движении и наносишь при этом огромный урон. Поэтому Рога вроде бы как мой фаворит, но я не хочу... Мне кажется, что им все будут играть, потому что сейчас он везде в... Уже все, естественно, составили тирлисты, уже Рога и Некромант, Весттирин там, ну или они как-то друг с другом ратируются. Вот эти два класса, за которые будут все играть, поэтому я хочу как раз, чтобы была голосовалка и, может быть, вы мне выберете другой. Короче, я не хочу сам решать. Есть и у Роги и минусы. Рога это достаточно банально, я в World of Warcraft играю Рогой, не знаю, в общем, может стоит чем-то... Соркой, например, стоит... Да, и, кстати, Рога еще похож на Монаха, ну, на мой взгляд, чем-то чуть-чуть похож на Монаха, которым я играл в Третье Диабло очень много. И Демон Хантером, кстати, играл в Третье Диабло еще больше. Вот, это все тоже в какой-то степени Рога. Сорка. Достаточно классическая штука, такая, на мой взгляд, очень похожа на то, что у нас есть в Диабло 3. Огромное количество урона, манна, прикольная система того, что вы добавляете там обилку, и она усиливает все остальные обилки, и как это работает. Ну, у Сорки, кстати, по-моему, может быть минус, это как раз ограниченное количество кнопок. Снизу у вас может быть тупо больше скиллов на Сорке, то есть вы можете их в талантах напекать, я уже говорил об этом в обзоре на бету Диабло 4, и Blizzard, кажется, это не собираются исправлять. Ну, в общем, Сорка такой, она не середнячок, она выше середнячка, но, не знаю, тоже вроде как банально достаточно. Есть у нас не банальный класс, это Друид. Ну, не банальный для того, кто много играл в Диабло 3, по крайней мере. Однако, Друид считается, я, если что, практически все, что рассказываю, беру с одного англазичного контент-мейкера, наверное, ссылку на его видос я тоже постараюсь в закрепленном комментарии оставить, потому что я сам-то в бет не играл. Ну, играл, но чуть-чуть совсем, вот на Сорке как раз. В общем, возвращаемся к Друиду. Друид выглядит как некая смесь, он может быть самонером, он может быть милишником, он может быть кастером. И, как говорят люди, поигравшие на бете, как кастер он хуже, чем Сорка, как милишник он хуже, чем Рога, или Варвар даже, и как самонер он хуже, чем Некромант. Друид, в принципе, выглядит достаточно слабым классом, который на 25-м левеле вроде бы как раскрывается, вроде бы как он сильный, но недостаточно типа. То есть ты не чувствуешь такого сильного, такого классного прогресса, пока прокачиваешь Друида. И если вы играете в пати, допустим, с разбойником или с Соркой, когда вы играете Друидом, вы прям чувствуете, что он сосет. Ну, по сравнению с вашими сопартийцами, да, которые на других классах. Та же самая проблема и у Варвара. То есть Варвар кажется тупо слабее, чем другие классы, это чистый милишник, и играть вроде бы на нему довольно весело, но Варвар... Ну, то есть мне вот Варвара тоже не очень нравится, ну, как и Друид. Ну, хотя, наверное, Друид мне не нравится больше. Хотя, с другой стороны, Друида может быть Самонером, и там прикольно, ты превращаешься в медведя, или там Самонишь всяких, кого там Самонит Друид. Так, это мы вырежем. Что я настолько некомпетентен, никто не должен знать. Или там Самонишь всяких ребят. А Варвар просто в мили крутишься. И опять же, не выглядит так, как будто бы есть какие-то сильные, уникальные вещи, комбинации, которые бустят Вара. Варвара, извините. То есть у Роги, у Сорки, у Некроманта есть прям суперкомбо, ты берешь, и у тебя персонаж становится в десятки раз сильнее. Вот с Варваром, кажется, по крайней мере на 25-й левел, такого не происходит. Может, это Близзард поправит? Может быть, это в принципе так задумано, что потом эти классы начинают раскрываться? Неизвестно. И знаете еще, что по поводу баланса? Ну, на самом-то деле, да, вот я вам рассказывал, что вот этот сильнее, этот слабее. Дело в том, что это Диабло 4. И по большому счету Диабло 4 это сингловый проект. То есть вам может быть сложнее качаться там на хардкоре, да, вы будете сильно, например, уязвимее, чем Некроманта. Ну и что? Все остальные варвары, с которыми вы, ну, в какой-то смысле соревнуетесь, да, в этой таблице, они тоже слабее, чем Некромант. Ну, мы не говорим о взятии вот этого топ-стоп мира, когда действительно важно, какую вы позицию занимаете в мире относительно всех остальных игроков. А в остальном вы просто играете в игру и просто наслаждаетесь. И даже если вы хотите стать каким-то киберспортсменом, и потом там будут рейтинги, наверное, закрытие какого-нибудь хейлового контента, когда это произойдет, вы будете соревноваться внутри своего класса. Потому что в той же самой Диабло 3 баланс классов тоже не особо есть, и вроде как всем плевать. Хотя у нас есть еще не хардкор режим, а в не хардкоре есть ПВП, хотя ПВП есть и в хардкоре, но это отдельная история. Тут баланс. Я думаю, больше важно, насколько вы сумасшедший, чем в баланс уже. И в ПВП баланс классов может что-то... Ну, ПВП в Диабло кому это надо? То есть я воспринимаю Диабло чисто как сингл-игру, или игру, которую вы играете с друзьями, и даже если вы будете сосать, вам все равно будет весело. Потому что когда вы сосете с друзьями... В общем, как всегда, у меня нет фаворита, то есть вроде те, кто считаются сильными, мне не очень нравится. Некромант мне кажется банальным, таким довольно медлительным, скучным, хотя это не так на самом деле. Рога мне кажется очень динамичный, но типа рога, милишник, сорка мне кажется очень обычный. Соркой, это не значит, мне будет нравиться играть всеми. Это Диабло, господи, это же просто потрясающе. Друид кажется чем-то прикольным, необычным, но вот говорят слабый, не хочу играть тем, кого называют слабым. Варвар всегда казался мне отстойным, никогда, кстати, в Диабло не играл варварами. Я буквально не помню, чтобы я в Диабло хоть в какое-то поиграл варварами. Поэтому будет голосовалочка для зрителей, желающих поголосовать. И на запуске у нас Диабло выходит уже в ночь с четверга на пятницу. Не то, чтобы я буду сильно много стримить, потому что ночью, по-моему, лучше спать и стримить уже в пятницу с утреца приходите. Но ночью тоже постримим немножко для тех, кто хочет там. Прямо на запуске пару часов поиграю тем классом, который выберете вы. Голосовалка закончится в полночь, наверное, тоже с четверга на пятницу, чтобы те, кто не хочет ждать релиза, могли дождаться конца голосовалки. Это все новости и темы, которые я хотел с вами обсудить. Здесь, да, было много вот этих маленьких прожитонов и так далее. Поговорили, слава богу. Спасибо всем, кто поддерживает мой контент на Бусти и Патреоне. Большое. Спасибо отдельно и большое Бихелидзоу Джексону и Сане ДНД моим замечательным. Топ-подписчикам, которыми вы можете стать и вы. Кстати, скоро на Бусти и Патреоне появится новый уровень. 300 долларов. Мне кажется, это хорошая идея. То есть, почему бы не подписаться на 300 долларов, да? Кто еще на 100 не подписался, теперь у вас есть более подходящая мне цена. И в конце пока с чего-то. Очередная коробка от наушников за 7 евро. И наушники снова звучат как говно. Кто мне назовет бренд какой-то, который продается в Европе? Ну, какой-то, я не знаю, хороший бренд наушников. Типа именно капелек. Чтобы... Я просто не могу найти. Они или уже супер дорогие. Ну, там, я не знаю, 100 евро за капельки. Они же могут сломаться. Я не шарю. Вдруг я куплю какое-нибудь говно, которое сломается и потрачу на это 100 евро. Ну, вообще 100 евро, в принципе, жалко. Просто, короче, с капельками такая штука. Ты можешь купить дешевые, и они будут хорошие, долго работать. И будет хороший звук. Или вот такие. С очень плохим звуком. И мне в итоге приходится покупать одни и те же наушники. Я об этом рассказывал на стриме JBL. У которых все время ломается левое ухо, но у них хотя бы звук нормальный. Ну, и стоят они не дешево. Они, по-моему, 15 евро стоят. Мне надоело это уже. У меня три таких наушника сломались в России. Уже одни сломались здесь. Точно так же одинаково всех. Скажите наушники капельки, какие купить, чтобы они были хорошие, но и не супер дорогие. Пожалуйста. Все. Это уже полный конец. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok